Свои земли Украина может отвоевать дипломатически. Не все территории надо освобождать оружием. В интервью французским журналистам президент Украины Владимир Зеленский отметил, что именно для этого была создана формула мира, которая предусматривает давление мирового сообщества на страну-агрессора. Станет ли второй саммит мира площадкой для начала дипломатического процесса, как вынудить Россию вести переговоры добропорядочно, разбирались мои коллеги. Украина продолжает готовиться ко второму глобальному саммиту мира. По мнению Киева, мероприятие должно пройти до президентских выборов в Соединенных Штатах, то есть не позже ноября 2024 года. К тому времени Украина вместе со странами, которые подписали совместное коммунике по итогам первого саммита, должны подготовить финализированный план реализации трех пунктов формулы мира. Для этого советники лидеров государства безопасности и профильные министры проведут встречи в Катаре, Турции и Канаде. Обсудят энергетическую и продовольственную безопасность, свободу мореплавания, пути обмена военнопленными и возвращение незаконно депортированных России украинских детей. Встречи ко второму саммиту мира будут вскоре. Скажу так, дипломатично. Места предварительно определены и даты предварительно определены. Не буду дальше забегать вперед и спойлерить. Вопрос не в том, чтобы Россию посадить за стол переговоров, а в том, чтобы она вела эти переговоры добросовестно. И здесь действительно важны два фактора. Давление на поле боя, давление на международной арене. Вот эти два компонента. На инвагурационном саммите мира он прошел в Швейцарии. 15-16 июня России не было. Представителей страны-агрессора не пригласили. Это была принципиальная позиция Украины. Второй же саммит может пройти с участием российской делегации, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, за ее присутствие выступают большинство мирового сообщества. Большинство в мире сегодня говорит, что на втором саммите представители России должны быть, иначе мы не достигнем значимых результатов. Потому что воюет Россия против Украины, а это и есть стороны этой войны. И поэтому всему миру нужно, чтобы представители России были на втором саммите. Я сказал, мы договорились. Я не хочу, чтобы они нам заблокировали процесс подготовки совместного плана. Мы его подготовим, и он будет на столе. И, пожалуйста, разве СМИР хочет, чтобы они были за столом, мы не можем быть против. Следующий шаг требует привлечения России, уверен глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. При этом основой дипломатических переговоров Киева и Москвы должны стать пункты формулы мира, а не ультимативные требования Кремля. Предложение пригласить представителей России на второй саммит мира поддержал и канцлер Германии Олаф Шольц. А президент Финляндии Александр Ступ заявил, мы подходим к точке начала переговоров. И напомнил, что начало дипломатического процесса не подразумевает какие-либо уступки со стороны Украины. С самого начала он, Владимир Зеленский, хотел перехватить инициативу в дискуссионном процессе. Сейчас мяч на поле России. Украина и Зеленский находятся в гораздо более сильной позиции, чем два месяца назад. Они получают оборудование и бюджеты, необходимые для удержания своих позиций. Вступить в переговоры не означает пойти на уступки. Александр Ступ, президент Финляндии, в интервью с Данью Ле Монт. Возможное участие России во втором саммите мира прокомментировали и в Вашингтоне. Только Украина может решать, когда и в каком формате начать переговоры с Россией, отметил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. В начале этой войны, когда мы прибегали к дипломатии, а Кремль выдернул штепсель из дипломатии и вторгся, и это, похоже, остается таким же и сегодня, но мы будем продолжать поддерживать Украину. И когда они посчитают, что дальнейшие дипломатические шаги с Россией уместны, мы поддержим их в этом решении. Россия изначально резко критиковала проведение первого саммита мира, предпринимала попытки сорвать мероприятие или, по крайней мере, сократить количество представленных в Швейцарии делегаций. После новостей о планах Киева позвать Россию на второй саммит мира, позиция страны-агрессора относительно этой инициативы не изменилась. Во всяком случае, публично. Где именно состоится второй глобальный саммит мира, пока неизвестно. Есть ряд стран, которые изъявили желание принять мероприятие. Не исключено, что местом проведения станут Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар или Турция. Принять конференцию во второй раз готова и Швейцария. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина настроена организовать второй саммит мира в одной из стран глобального юга.